Здравствуйте! Вы смотрите 7 канал. В студии Алена Мальцева сейчас о главных событиях в стране и мире за сегодняшний день. ВВС Турции сбили российский военный самолет, который нарушил воздушное пространство страны на границе с Сирией. Он упал в сирийской провинции Латакия. Два пилота успели катапультироваться. По некоторым данным, один из них погиб. Минобороны России подтвердило, что Су-24 был их, но ведомстве уверяют, самолет находился исключительно на территории Сирии. Власть Турции созвала Совет национальной безопасности. На экстренное совещание приглашены высокопоставленные военные. Президент Турции Раджеп Таип Эрдоган поручил Министерству иностранных дел проконсультироваться с НАТО и ООН о произошедшем. Уже обнародованы данные военных радаров. Они показывают, как сбитый российский самолет нарушил воздушное пространство страны. Из-за произошедшего НАТО созвало экстренное совещание. На нем не обсуждают коллективную защиту турец-турецкого суверенитета. Цель внеочередного заседания – предоставить Турции возможность уведомить союзников об инциденте. В официальном заявлении НАТО сказано, альянс пристально следит за ситуацией. А тем временем турецкая власть заявила, сбили самолет, нарушивший воздушное пространство страны, чтобы защитить собственный суверенитет. В свою очередь, российский президент обвинил Турцию в пособничестве терроризму и пригрозил последствиями во взаимоотношениях. В то же время, сирийские повстанцы, которых поддерживают США, уничтожили российский вертолет. Они попали в него противотанковой ракетой. Это случилось спустя несколько часов после того, как был сбит бомбардировщик Су-24. Это произошло во время аварийной посадки. После обстрела повстанцами. Напомню, часть Латакии подконтрольна сирийской власти. Немецкая полиция патрулирует бельгийскую границу и ищут главного подозреваемого в парижских атаках. А в Брюсселе по-прежнему сохраняется наивысший уровень террористической угрозы. Закрыты школы, метро и музеи. Детали в следующем сюжете. В машинах, прибывающих из Бельгии, сотрудники службы безопасности ищут Салаха Абдеслама. Мужчина работал барменом в Брюсселе. Его брат подорвал себя во время терактов в Париже. Абдеслам вернулся в Брюсселе с Парижа 10 дней назад. Через несколько часов после атак. С того времени он находится в бегах. Мы видим наших коллег в специальном обмундировании. У некоторых есть автоматы. Суть в том, что теперь мы сконцентрировались на опасности, которая может исходить от вооружённых преступников. Бельгийские власти по-прежнему предупреждают о возможности терактов, подобных тем, которые произошли в Париже и привели Гибри 129 человек. В Брюсселе сохраняется наивысший четвёртый уровень террористической угрозы. Метро, музеи, кинотеатры, школы и университеты закрыты уже несколько дней. Для родителей и учителей это непростое время. Когда мы пытаемся объяснить детям, то должны подбирать подходящие слова. Мы не можем объяснять при помощи взрослых слов. Мы говорим, что это своего рода война. Они террористы, люди, которые хотят причинить вред. Четвёртый уровень угрозы сохраняется в Брюсселе до следующего понедельника. Однако уже в среду планируют возобновить работу метрополитена и школ. В других частях страны был установлен третий уровень террористической угрозы. В понедельник в Брюсселе, а также в некоторых других городах Бельгии, снова прошел ряд полицейских рейдов. Было задержано несколько человек. Однако Абдеслама среди них не было. В тот же день в одной из парижских урн полиция обнаружила предполагаемый пояс смертника. Находка была сделана на юге столицы в районе Манруш. Правоохранители говорят, что пока неизвестно, связано ли зренное устройство с подозреваемым. По одной из версий, Абдеслам тоже планировал взорвать себя в ходе терактов. Однако по какой-то причине передумал. А тем временем Международный Олимпийский комитет объявил официальным языком летних игр в Рио-де-Жанейро французский. Торжественную церемонию начали с минуты молчания, почтили память жертв терактов Парижа. Отмечу, официальными языками Олимпийских игр и Международного Олимпийского комитета считаются английский и французский. Такой статус у последнего появился благодаря тому, что инициатором возрождения современных игр стал барон Пьер де Кубертен. Он был общественным и спортивным деятелем Франции. Официальным послом Олимпийских игр 2016 года выбрали знаменитого камерунского саксофониста Ману Дибанго. Музыкант в юности получил образование во Франции и некоторое время жил в Париже. Теракты, подобные парижским, могут произойти в любой стране. Они всех сделали равными в этом отношении. Если такое может случиться в Париже или здесь, то меры безопасности должны быть усилены. На Олимпиадах они всегда повышены, но надо еще усилить их. На летних играх в Рио-де-Жанейро ждут 500 тысяч туристов. Специалисты предупреждают, у сотрудников спецслужб будет огромный объем работы. Обеспечивать безопасность будут 85 тысяч правоохранителей. Это в два раза больше, чем на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб. Четверо бойцов получили ранения. Двое из них подорвались на растяжке. Луганский напрямок. Вчера враг порушил режим тиши только поблизу города Счастья. С противоположного боку речки Северский Донець. Боевики провели гранатометный обстрел наших позиций. Далее по всей территории фронта до города Светлодарск. Вчера было спокойно. Донецкий напрямок в Зайцево, Майорске, Новгородскому, а также на территории фронта от Горлевки до Ясеноватої вчера было зафиксировано 10 противоположных провокаций. При этом враг использовал стрелковую оружие и гранатометы. Также враг по одному разу использовал миномет калібром 82 мм, а также боевую машину пехоты. Это стало в Майорске и Новгородске соответственно. Разом с тем, наиболее интенсивные боевые действия вчера велися на территории фронта от Авдеевки до Марьинки. Они начались после 10 часов утра и дали до позднего вечера. Важное оружие, при этом враг не использовал. Наиболее количество противоположных провокаций зафиксировано поблизу селища Песке. В частности, вчера также работали противоположные снайперы. Украинская компания «Моторсич» разрабатывает новый вертолет «Атаман». Об этом сообщил заместитель генерального конструктора Леонид Пирогов. Масса машины будет приблизительно 7 тонн. Грузоподъемность приблизится к Ми-8 при значительно меньшем объеме кабины. Вертолет позиционируют как многофункциональный. На борту смогут разместиться 12 десантников, а на нижней подвеске можно будет поднять 3 тонны груза. Верховная Рада запретила госорганам быть учредителями печатных СМИ. Но им позволяется основывать или быть соучредителями аудиовизуальных электронных средств массовой информации. Но в пределах средств, выделяемых из государственного или местных бюджетов на освещение деятельности, можно и за счет перераспределения средств, которые дают на функционирование учреждений. Кроме того, центральным органам государственной власти не запрещается быть учредителями официальных печатных изданий. В Киеве возобновили строительство нового современного лечебно-диагностического корпуса Национальной детской специализированной больницы «Ахмаддед». Это случилось спустя два года простоя. Работы начали сразу после подписания договора между генподрядчиком и заказчиком строительства. Сейчас на площадке 30 человек завозится техника. Строители уже наладили работу бытового городка. 3 декабря общественники планируют подписать заказчикам и генподрядчикам пакт добропорядочности. Его цель – контроль над строительством. В Украине стартовал проект по созданию купольного дома. Два бывших жителя Горловки запустили сайт, на котором будут делиться со своими читателями, как построить такое здание за 5 тысяч долларов или меньше. Проект называется «Где дом?». Задача минимум – строительство двух купольных домов с разными типами фундаментов, отоплением, разной площадью на 3 и на 5 человек. Весь процесс будут документировать на видео. В планы входит и подготовка полной инструкции по строительству. В нее войдут проекты с мета. Пользуясь ею, можно будет построить полноценное эко-жилье за минимальную цену. Уже сейчас на сайте работает несколько инструментов для будущего строительства. Например, калькулятор купола. Предлагается создать такие дешевые жилые сооружения по всей Украине, где можно будет обмениваться технологиями, инструментами и решениями. Авторы проекта «Где дом?» предлагают создать совместный фонд, чтобы приобретать инструменты и материалы для всех, кто также захочет построить себе недорогой купольный дом. На реализацию идеи уже собирают деньги. Чуть позже планируют запустить производство деталей для таких зданий. А в канадском Ванкувере растет спрос на дорогие автомобили и роскошные дома. Причем основные покупатели – китайцы. О предпочтениях состоятельных эмигрантов в следующем сюжете. Этот представительский седан Bentley Molsen, модельного 2016 года, собирали целых 14 недель. В дилерском салоне в Ванкувере он строит более полумиллиона долларов США. В этом году здесь рассчитывают продать 65 таких машин. А это уже Мацерати стоимостью 150 тысяч американских долларов. Здесь дилеры тоже довольны. Продажи увеличиваются с каждым годом. «Клиенты, переехавшие в Канаду, покупают эти роскошные автомобили благодаря тому, что в своей стране они успешно вели бизнес, или это делали их родители». Среди покупателей дорогих авто немало состоятельных китайских эмигрантов. В Ванкувер они переезжают на протяжении десятилетий. «Почему Ванкувер? Это красивый город с чистым воздухом и самым мягким в Канаде климатом. Благодаря верховенству закона бизнес-инвестиции здесь защищены. Также развита инфраструктура». Растёт спрос и на дорогие дома. Как следствие, увеличивается их стоимость. По сравнению с прошлым годом, она выросла почти на 16%. Средняя цена дома теперь превышает 2 миллиона долларов США. Причём 70% покупателей опять же китайцы. Приток состоятельных владельцев недвижимости из Азии дал толчок к стремительному развитию ещё одного направления бизнеса – дизайна интерьера. В этой области китайские покупатели также отдают предпочтение качеству и изысканности. Китайцам нравится роскошь. Они хотят купить диван из США, кофемашину из Италии, стулья из Парижа. Они хотят показать своим друзьям, что приобретают мебель из разных стран мира и тратят на это много денег. Эксперты говорят, в последние годы китайцы всё чаще открывают бизнес в Канаде или вкладывают деньги в недвижимость в этой стране. Виноградники Чили под угрозой всему виной глобальное изменение климата. Но у чилийских виноделов есть пути к отступлению. Как они намерены спасать отрасль, узнаем из следующего сюжета. Виноградники центрального Чили расположились между Тихим океаном и заснеженными хребтами Ант. 450 лет это место было раем для виноделов. Но в многовековую традицию внесло коррективы изменения климата. Теперь погода здесь становится более сухой и жаркой. Для многих сортов винограда это губительно. Мы не знаем, сколько лет или десятилетий мы сможем выращивать здесь разные сорта. К примеру, некоторые сорта белого и красного винограда, возможно, не смогут больше здесь расти. А другие, которые лучше приспособлены к климатическим изменениям и новой температуре долин, будут процветать. Чили занимает четвёртое место среди мировых экспортеров вина. Продукцию местных виноделин можно встретить на прилавках магазинов многих стран – от Китая до США и Европы. Страна известна тем, что выращивает виноград сорта Карменер, который в Европе почти полностью истреблён эпидемией вредителя филоксеры. Здесь также растут сорта Каберне-Савиньон, Савиньон-Блан, Мерло и Шардоне. Эксперты говорят, изменение температуры приводит к тому, что сорта теряют свои свойства. Возможно, вино станет более терпким или передержанным. Изменение свойств вина приведёт к снижению качества. Возможно, через 50-100 лет мы не сможем выращивать здесь такое разнообразие сортов. Климатологи объясняют, как изменяется погода. В центральной зоне, прежде всего в наиболее населённых городах, где больше зданий, максимальная и минимальная температура увеличились примерно на 0,2 градуса по Цельсию. Кроме того, погода стала более экстремальной. Например, летом периоды сильной жары теперь происходят чаще и стали более интенсивными. Но у чилийских виноделов есть пути к отступлению. Страна протянулась на 5000 километров с севера на юг. Производители вина задумываются о переезде в более прохладные и влажные южные регионы. В будущем сельское хозяйство сместится с севера в более южные районы. А в долине Дель-Лимари урожай может стать скуднее. В последние 15 лет объём производства вина в Чили увеличился в два раза. По прогнозам, к 2020 году обороты в отрасли достигнут 3 миллиардов долларов. В зоопарке Нью-Йорка публике представили детёнышей малой панды. Малыши появились на свет этим летом. Пушистые и забавные зверяки осторожно осмотрели территорию и порезвились на дереве. Несмотря на название, то что питаются они бамбуком, малые панды – дальние родственники своей большой тёзки. У этих животных больше общего с енотами, куницами и с кунсами. Малые панды дают потомство раз в год и знамениты своим золотисто-коричневым окрасом. Но именно красивый цвет меха стал причиной резкого сокращения их численности в естественной среде обитания – в Индии и на юго-западе Китая у подножия Гималаев. Там этих животных десятилетиями истребляли ради шкурок. Также их численность сокращается из-за вырубки лесов. За последние полвека популяция малых панд сократилась на 40%. В дикой природе осталось меньше 10 тысяч особей этого вида. К счастью, малая панда хорошо размножается в неволе. Несколько сотен этих зверьков живут в 85 зоопарках мира. А тем временем в одном из отелей Нью-Йорка появилось уникальное рождественское украшение. В вестибюле гостиницы построили огромный пряничный домик. Его высота – 7,5 метров. Домик полностью съедобный, каждый кирпичик из имбирного теста, цемент, сахарная глазурь. На создание шедевра ушли 800 килограммов сладкого сырья. Конструкция почти в 7,5 метров изготовлена из настоящих имбирных пряников, с настоящей глазурью. Окна сделаны из карамели. Это произведение искусства. Пряничный домик – традиционное рождественское угощение в Западной Европе и США. Тесто начиняется разнообразными пряностями. В ход идут имбирь, ваниль, корица. В его составе нет воды и дрожжей. Тесто связывает мед или патока. Отсюда свойства лакомства долго не черстветь. Особенно популярными пряничные домики стали в 19 веке. Благодаря сказке братьев Гримм Гензель и Гретель, в ней брат с сестрой попали в ловушку к ведьме, которая жила в домике из сладостей. Это были главные события жизни мира и Украины на сегодня. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова